Приветствую всех зрителей канала. Этот обзор посвящен мощному шим-регулятору со стоимостью чуть больше 10 долларов. Это специализированный регулятор оборотов мощных электродвигателей постоянного тока и может управлять двигателями с мощностью до 3 кВт. Может быть задействован в самодельных электрокарах, мопедах, велосипедах и так далее. Ссылку на полную статью с тестами этого регулятора найдете в описании. Там же ссылка на покупку. Плата также хорошо подходит для регулировки мощных пассивных потребителей постоянного тока, например, обогреватели, мощные лампы и многое другое. В общем, отличная штука, если ищете способ управления моторами или мощными низковольтными нагрузками постоянного тока. Плата состоит из управляющего генератора, двух драйверов, восьми полевых N-канальных ключей и четырех диодных сборок. Все силовые компоненты установлены на небольшие радиаторы. Перед вами основные параметры этой платы, заявленные производителем. Насчет схематики. В принципе, срисовать можно, но пока нет времени. Маркировка основного генератора затерта. Думаю, понятно для каких целей. Это маркетинговая тактика, и если генератор у вас вдруг сгорит, вы будете вынуждены купить новую плату. Под микроскопом наблюдаем такую картину. Помимо микросхемы генератора, мы видим две микросхемы драйвера и пара ключей для стабилизации напряжения схемы управления. Но самое интересное в драйверах. Видим микросхему с маркировкой 555. Да, это тот самый таймер 555. Работает система так. Сигнал с генератора поступает на входы обеих микросхем. Каждая микросхема управляет четырьмя полевыми ключами. Сначала даже не поверил глазам, что управляющим звеном является 555 таймер. Но и по схематике, и по напряжениям на выводах, и по маркировке это самые обычные микросхемы NE555. Маркировка полевых ключей затерта. Диоды на 100 Вольт 20 Ампер. Обычные диодные сборки. Они для гашения паразитной самоиндукции с двигателя. На входе имеем четыре параллельно соединенных электролита на 63 Вольт 330 микрофарад каждый. На плате предусмотрен красный индикатор включения и переменный резистор с выключателем, которым, собственно, включаем плату и регулируем мощность. Сама плата отличного качества. Силовые шины дополнительно усилены. Ничего не болтается, никаких соплей и смотрится отлично. Первым делом я проверил ток холостого хода, который не более 30-40 мА почти во всем диапазоне питающих напряжений. Для таких схем это отлично. Идем дальше. Следующим делом проверим минимальное напряжение питания платы. Для этого к выходу платы была подключена обычная лампочка. Плата сохраняет работоспособность при напряжении в 6,5 Вольт. Но я заметил некорректное управление при таких низких напряжениях. Все стало на свои места уже при питающем напряжении в 10 Вольт. Так что производитель полностью прав. Проверить верхнюю границу питающего напряжения, а это 50 Вольт, к сожалению, не было возможности. Но плата без проблем будет работать на таких напряжениях, поскольку организован отдельный узел стабилизации для питания схемы управления, а ключи без проблем будут выдерживать такое напряжение. А вот так происходит широтно-импульсное управление. Сейчас вы наблюдаете изменение скважности импульса на затворе одного из полевиков. А это рабочая частота генератора. Для следующего теста я долго искал подходящий источник питания. В итоге у меня три последовательно соединенных 12 Вольтовых аккумулятора, две из которых литиевые. Итоговое напряжение, подаваемое на плату регулятора, составило около 36 Вольт. Нагрузкой служат три лампы от кинопроектора. Все подключены параллельно. Мощность каждой лампы 400 Ватт при напряжении в 30 Вольт. Мне удалось на полную засветить эти лампы. Жар от них был такой, что во время съемок заметил, как моя синтетическая одежда начала дымиться. Редактор субтитров А.Семкин Ваттметр показывал все, что творилось на выходе. В итоге мощность составила около 1200 Ватт. Аккумуляторы начали быстро просаживаться, но удивительно то, что ключи на плате регулятора были еле теплые. Хотя разгонял лишь на 30-35% от заявленного максимума. Думаю, 3000 Ватт потерпит, хотя нужно будет принудительно отдувать ключи. На этом, друзья, я заканчиваю обзор. Не забывайте оценить ролик и поделиться с друзьями. Ссылку на полную статью с тестами, а также ссылку на покупку этой платы найдете в описании. Остается пожелать вам всего наилучшего. А на этом я прощаюсь. До новых встреч. Пока.